На Среднем Урале сразу два образовательных учреждения, дающих духовное образование, открыли двери для будущих студентов. В Екатеринбургской духовной семинарии и в Миссионерском институте прошел день открытых дверей. На встречу с преподавателями и студентами пришли абитуриенты и их родители. В Екатеринбургской духовной семинарии в рамках мероприятия состоялась встреча с руководством и преподавательским составом. Будущие абитуриенты познакомились с учебно-воспитательным процессом, с условиями, в которых живут учащиеся, и узнали об истории духовного учреждения, а ему в этом году исполняется 100 лет. И сейчас семинария высшее учебное заведение, которое осуществляет подготовку по программе бакалавриата. И наши семинарии, вот уже второй год, собственно говоря, начинают работать по единому учебному плану, который одобрен Священным Синодом, благословлен Священным Патриархом и внедряется во все выполнения школы. Богословское религиозное образование, оно дает знание, как жить не вредя в душе своей, как быть счастливым здесь на земле и душу свою, которая призвана к вечности, спасти. Конечно, семинария, духовное учебное заведение специфическое, здесь не дается просто отвлеченно какое-то богословское образование. Здесь специально, целенаправленно готовятся будущие священнослужители. В Миссионерском институте на дне открытых дверей говорили о предметах, которые изучают студенты этого вуза, а также о том, что такое теологическое образование и почему оно необходимо православному христианину. Вопрос в итоге у вас будет следующий, поступать или не поступать. Сразу же говорю, что поступайте. Учиться будет сложно. Здесь надо учиться. Вот это может быть действительно тот вуз, где действительно надо учиться. На три надо что-то знать и найти. Поэтому, если есть такое искреннее желание разобраться в богословских вопросах, получить хорошее гуманитарное образование по меркам сегодняшнего дня, то все-таки надо поступать и учиться. Посвятить вот эти 4-5 лет для того, чтобы окрепнуть веру, и для того, чтобы в итоге в дальнейшем, дай Бог, послужить Богу и Отечеству. Духовное образование — это не просто получение необходимой системы теоретических знаний. Именно получая образование для души, некоторые из нас укрепляются в вере, духовно просвещаясь. Многие из студентов, у которых есть уже одно или даже два высших образования, идут учиться в духовное учреждение, и, закончив именно его, находят собственное призвание в жизни. Продолжение следует...